Мы говорим о том, как противостать демонам, а вот как понять, что в тебя вселился демон? И возможно ли вообще это понять? Ну, на самом деле, демон обладает таким искусством, как ложь. И зачастую люди, которые одержимы, они зачастую даже могут этого не осознавать. Вот. Но если говорить больше, наверное, не о том, как можно определить, а говорить о том, что дает такую возможность демону приходить в жизнь человека. Ну, я могу, наверное, назвать из опыта только два важных фактора. Это, первое, страх. То есть это постоянное, ну, в общем, состояние страха. Угнетение такого, да? Да, да. Это состояние, когда ты всего боишься. И особенно этот страх проявляется именно тогда, когда начинается молитва, начинается поклонение, что-то такое внутри. Безосновательный может быть страх. Да, да, да. И второй момент – это глубокое состояние обиды или ненависти. Ну, зачастую из практики… Ну, навязчивые, нечистые мысли, на самом деле, тоже. Да, да, да. Это вот то состояние, которое когда-то кто-то тебя очень сильно ранил или обидел, и оно вот сидит в тебе годами. Вот. Это один из признаков, я бы сказал, исходя из опыта. Потому что человек в таком состоянии, он как бы, ну, как бы копит в себе вот эту негативную энергию. Ну, соответственно, мы говорим о том, что это демон, который засел. И в этом состоянии человек смотрит на все сферы жизни через эту призму. Призму страха, призму ненависти, непрощения, недоверия, неверия. Вот. Это вот один из признаков. Интересно, вот ты сказал, что человек может быть одержимым. А христианин может ли быть одержимым? Если он уже во Христе, он исповедовал Иисуса своим Господом, может ли он при этом быть одержимым? Ну, но если говорить с точки зрения практики и опыта, то, к сожалению, мы видим эту ситуацию, что среди верующих людей тоже бывают одержимые люди. Ну, мне кажется, тут действительно, я знаю, почему вы задаете этот вопрос. Потому что он у меня в сценарии написан. Потому что есть проповедники, которые говорят, что нет, как бы, и они цитируют слова Христа, какая совместимость Храма Божьего с идолами, под идолами подразумеваются нечистые духи. Но, тем не менее, мы все приходим из мира. Мы все находимся в основном в мире среди нечистоты, среди разных искушений, соблазнов. У нас разный жизненный опыт. Поэтому очень мало среди нас выросших в счастливых семьях с любящими людьми, которые наставляют нас прям заботиться и просто выращивают нас в идеальных условиях. Поэтому практически 100% людей так или иначе ранены, переживали страх, стыд, боль, вину, искушение, давление, какое-то сквернение на самом деле. Потому что действительно детское чувство наивности, чистоты, когда ты ожидаешь, что взрослые будут поступать правильно или справедливо, или что-то еще. А ты не сталкиваешься с этим. И тебя, наоборот, обзывают или обманывают, или какую-то подлость совершают. И вот это все скверняет человеческую душу. Каждый с этим столкнулся. Приходя к Богу, я верю, что мы действительно очень глубокие личности. И слово, оно… Мы действительно… Я верю, что наша глубина, она как слои такие. Сначала самый такой очевидный поверхностный слой. Как бы это слово начинает взаимодействовать. Потом глубже, глубже. Какое слово, что ты любим, как сильно любит тебя Бог, что Он может сделать в твоей жизни. Это все через Священное Писание. Обязательно нужно читать Евангелие. Евангелие все желательно. Потому что… Ну и для тех, кто уверовал в Бога, чрезвычайно важно Евангелие от Иоанна. Потому что там говорится о сокровенных взаимоотношениях с Христа, с Отцом. И вот эти отношения – это то, что должно быть у вас. Такое у вас должно быть познание Бога и Божественной Любви. Иисус настолько уверен был в Отце, что Отец Его не оставляет. Что Он стремился в молитву. Он постоянно жил молитвой. Эта молитва была наслаждением для Него, радостью, отдохновением. Он говорил «Отец, во мне, я вижу все, что Он делает». И это были дела любви, дела освобождения людей. Иисус был в сама жизнь, и эта жизнь должна в вас раскрываться все больше и больше. И если вы познаете эту жизнь, то тогда эта жизнь, входя в вас, начинает сталкиваться с тем, что в вас есть. И если есть что-то нечистое, это может начать проявляться как-то, может становиться где-то хуже. Вот, как бы, знаете, вот, например, у вас человек отравленный, там, да, если он там сразу вы, как бы захочет резко, чтобы организм детоксировался, там, выпить рвотное, будет тяжело, но зато он резко очистится. А иногда можно там плавно как-то это, чтобы было, то есть пить много воды, там, какие-то еще. В физическом плане делать вещи, которые сравнимы с молитвой, вот, настоящей искренней молитвой в Духе Святом. Она, как правило, сопровождается вот этим Духом Любви, Духом Мира, утешения, успокоения, восхищения, радости. На это нацелена такая часть служения в храмах, как поклонение Богу, прославление Бога, молитва Богу, молитва благодарности необычайно. Но в то же время, позвольте вопрос задать, мы говорим об Иисусе, как о проявлении любви, но вот как быть с этой ситуацией, когда мы говорим о схватке с демоном и противостоянии демоническим силам, когда Петр начинает возражать Иисусу, и Иисус говорит, отойди от меня, сатана. То есть подразумевает ли это, что Петр внезапно стал одержимым человеком? То есть почему Иисус обращается именно так? Он не говорит просто Петр, да, но мог бы ты не спорить со мной, но он говорит, отойди от меня, сатана. И можем ли мы сегодня в церкви так говорить друг другу? Отойди от меня, сатана. Мне кажется, не очень-то вежливо, но вот Иисус почему-то так сделал. Но если рассмотреть ситуацию, демоны и бесы, они используют тело человека, да. То есть если раньше нас пугали на кладбище, что вот там на кладбище все страшно и так далее. На самом деле демоны всегда ищут место, место, куда поселиться, да. И в этот момент совсем не обязательно, что Иисус дал понимание, что Петр одержим, да. Я не оправдую, но вот эту ситуацию. Он обратился к самому демону, который пытался с помощью вот этой жалости Петра искушать из самого Христа. И таким образом он просто провозгласил и изгнал. Второй момент, то что Писание также говорит в Евангелии, что если мы изгоняем духа, и место остается пустым, то туда возвращается этот дух и с собой еще берет друзей. Вот это и интересно. Соответственно, мы понимаем, что если даже Бог дал человеку свободу и дал ему благодать, если человек в этот момент не бодруствует и не заполняет этот дом убранный чистой благодатью, Словом Божьим, да, в этом моменте именно Слово Божие, потому что дьявол действует часто, даже не часто, а конкретно через Слово, вот, извращенное Слово. И, соответственно, если человек духовно не растет и не развивается, он дает возможность дьяволу проникать в его жизнь и через него, соответственно, действовать. Вот, поэтому в этом моменте я допускаю то, что, несмотря ни на что, несмотря на то, что человек верующий, воцерковленный, у него есть эти допущения, точно так же, как и грехи, потому что грехи — это тоже искушение дьявола, да, и мы же понимаем, что мы, несмотря на то, что верующие, мы совершаем ошибки, да, и мы каемся, мы возвращаемся. И происходит некий такой процесс под названием «духовный рост и духовное развитие». Поэтому эта браня навсегда в нашей жизни христианская, в принципе, реальна и актуальна. Субтитры создавал DimaTorzok